Всем привет, друзья! Вы на канале Забугром Лайф. С вами Олег Забугорский. Сегодня анонс-анонс новой передачи, новой рубрики «Ты инопланетянин». Макс Ремпель живет в Сан-Диего, давно имеет прямой контакт с людьми, контактерами инопланетных, существенного инопланетного разума. О чем эта рубрика, что мы будем говорить, о чем мы будем показывать, смотрим наше интервью. Да, и после просмотра, ребята, не забываем писать свои комментарии. Погнали! Привет, друзья! Всем огромный привет! Вам вы на канале Забугром Лайф. С вами Олег Забугорский и Макс. Макс Ремпель, да. Макс Ремпель, правильно? Да. Мы сейчас идем, знаете, куда? Мы идем перекусить в обычный суши-кафе. Так что сядем за столик и немножко поболтаем. Она из Болгарии. Что ты имел? Тина. Тина Олег. Здорово с вами. Я блогер из Москвы. Здорово с вами. Здорово с вами, Тина. Здорово с Сан-Диего. Можешь говорить о Болгарии? Здорово с Сан-Диего. Здорово с Сан-Диего. Ну что, мы уселись, причем по ошибке. Я не знаю почему, но по ошибке мы сели не в японский суши-кафе, а в какой-то итальянский, да? Да, это итальянский, да. С официанткой из Болгарии. Ты был в Болгарии? Нет, Леонидов. У меня к тебе огромная просьба. Я бы хотел, чтобы ты сам представился зрителям моего канала и рассказал, кто ты человек. Вот что ты можешь рассказать о себе? Если бы я знал, да. Это уже далеко. Слишком сложно, да? А так я химик по образованию, что-то взрывал в детстве, ну не в детстве, а в юношестве. Потом, значит, ушел в биологию. Ну и всегда меня мистика интересовала. То есть, вот эта вот булгаковская мистика в Мастера Маргарита у меня сильно проняла, это была одна из основных. Пожалуй, книжки, которые формировали, это был булгаковский Мастер Маргарита со всей этой мистикой и чертовщиной и так далее. И сталкер тоже с этой мистикой и чертовщиной. То есть, вот я ходил по лесам, и помните, у сталкера был главный принцип, что никогда не возвращайся к тем же путем. Всегда иди новым путем. Вот это вот до сих пор я сейчас на зло экспериментирую. А что, если пойти обратно тем же путем? То есть, вредничаешь. Вредничаешь. Это значит, я как называю, мне говорят, а, я почему-то всегда бэ. То есть, это вот, ну, тоже, опять же, в виде эксперимента. А, родом. Откуда родом? Вестима. Как это, меня в Америке спрашивают, ты говоришь, ты вообще откуда? Типа, русский, я говорю, я говорю, еврей из России. Так что, это четко определяет. Еврей из России. Шалом, шалом православный. Шалом православный. Да, значит, в Свердловске я родился. Теперь такой город-то уже нет, да? Ну, Екатеринбург. Да, теперь уже Екатеринбург. Значит, что я хотел сказать, что делали эксперимент с крысами. Наблюдая за крысами, поставили им в общую клетку, поставили две двери. Одну, там заходят они, что-то одно получают, а в другую заходят и получают электрический шок. Вот. Ну, все нормальные крысы, там, 97 процентов, идут и жратву получают. Вы вслужитесь в этом. Все нормальные крысы идут и получают жратву. Вот. И есть маленький процент крыс, которых, что бы с ними ни делали, время от времени заходят и получают электрический шок. Может, они забывают, да? Можно и просто забывают, забывают. А может, они просто любопытные. А что же все-таки будет, если зайти и получить? Вот я, значит, если определить про себя, то вот я, значит, вот ровно из этой категории, что на всякий случай надо зайти в ту дверь, где тебе электрический шок. Вот увидишь, я вот хотел вставить свои 25 центов, немножко подметить. Ребята, то, что мы такие веселые, знаете, такие хохотливые, пестрые, свободные, я к тому, что комментарии будут, они под чем-то. Мы не под чем. То есть, вот сразу говорю, Макс не употребляет, боже упаси, вообще ничего такого. Я, вы сами знаете, уже пятый год пошел, ни алкоголя, ни никотина, ни, дай бог, никаких химических воздействующих веществ. Поэтому, знаете, просто живем, расслабляемся и думаем о великом. А великое внутри нас, а может быть немного и вокруг. Так что там о крысах-то? Не, ну ты понял вопрос про алкоголь, да? Вот я сейчас борюсь со своей привычкой кофе. Это же алкоголь. Кофе, да. А, слушай, у меня есть, есть кофе. Ты пьешь, да? Да, я, но я не знаю откуда сегодня, прямо такая пришла информация, Олега, завязывай, благо, что ты не покупал дорогую кофе-машину, тебя жаба не будет душить. Ты не закупался там, знаешь, где у меня 25 килограмм дорогого бразильского кофе. У меня этого нету. Поэтому бросить пить кофе можно прямо right now. Но я пью воду. Я пью воду. Да, привычка к воде. С этим еще надо бороться. Нет, пить воду надо. Я к тому, что я стараюсь, попив кофе, вымещать его водой, потому что, ну, мы потеем, там, выводим, все. Короче, я так поэкспериментировал, опять же, как крыса, да? И понял, что кофе, оно мешает подняться выше. То есть оно приземляет. То есть вот, чтобы дойти до состояния, ну, там, целителя, там, мыслителя, кофе, оно не дает слишком высоко подняться. Оно держит тебя ровно, вот, очень хорошо, чтобы пахать. Вот кофе, оно хорошо, чтобы пахать. И быть немножко таким невротическим. А чтобы успокоиться, вот как раз кофе, оно немножко, немножко оно тебя блокирует какие-то вещи, которые, да. Давай откроем сразу тайну завесы, чтобы у людей особых домыслов не было. Ты целитель. Ну, то есть вот, просто, ну, мы не сказали, ты начал с того, что ты химик, химик, который, там, в детстве что-то взрывал. В юношестве. В юношестве, ну, наверняка в детстве тоже. В детстве я поджигал. Вот так вот из поджигателей вырастают обычные химики. Сначала они поджигают, потом они взрывают. Да, слишком много тем. Я про кофе, про крыс. Не, давай, давай вернемся вот к тому, чем ты, то есть мы, ну, задал вопрос, кто ты. Вот придем к тому, кто ты сейчас, да. То есть не то, что мы в детстве там поджигали, взрывали в юношестве, а кто ты сейчас. Да, чтобы расслабиться, подвинь камеру сюда, а я назад отклонюсь. И ты тоже можешь поближе. Не надо, не надо. Я при... А меня не слышно будет. Don't worry, 7+. Ну, хорошо. Короче. Значит, зачем же они это делают? Зачем нужны такие бестолковые крысы, которых учи-не учи, они все время лезут против здравого смысла? Вот. И гипотеза такая, что это нужно именно для того, чтобы двигаться вперед. Что в критические времена, как ровно такие, как раз находят, находят решение, которое нужно всем остальным. Что там, вот почему, сколько людей там, сколько, не занимаясь в ювисекциях, всегда находятся какие-то выскочки, которые делают все наоборот, да? Да. Билл Гейт. К примеру. Ну, я не знаю, про Билл Гейтса можно, кстати, спорить. Скажем, вот, он может быть как раз, он пашет, он как раз не такой же, он... Он не идет против всех, он, наоборот, лучше всех работает, я бы сказал. Стив Джобс, может быть, больше. Почему-то в голову пришел он, а озвучил я Билл Гейтс. Да, да, да. Стив Джобс, пожалуй, более... Он был тоже, в общем-то... Ну, они оба пахали изо всех сил. Но Стив Джобс больше двигался против течения. Вот, короче, я помню, что год, значит, перестройка там еще только начинает, еще 89-88, может, значит, я в Питере. Вот, и демонстрация 9 мая. Весна, тепло, вот, все люди идут в одну сторону. А я, значит, думаю, ну, что мне туда идти, пойду-ка, я противоположен, вот, по низку он просто навстречу, навстречу толпе. Вот, как, ты знаешь, когда ты снимаешь, вот, идешь навстречу толпе, и, значит, лист так проскакивает. У меня камеры не было, но вот такое я испытал счастье, вот это было ровно мое, когда все идут в одну сторону, все веселые. То есть ты тогда еще попер против течения. Я всегда ходил против течения. Вот, а я иду вот ровно навстречу этим добрым людям, и совершенно, так сказать, с тем же счастливым состоянием, может быть, даже более счастливым. Все мы улыбаем, все улыбаемся, встречаемся глазами, и я между ними так иду навстречу. Ну, не один, было еще несколько таких же, как я, типоватых, в общем, ничего не изменилось с тех пор. Вот, ну, вот это вот оно, вот ощущение, что ты ищешь новых путей. Так по-русски произойдет, новые пути ищешь. Вот, и потом, чтобы показать их другим. То есть вот это второй фактор, чтобы вам, господа, это рассказать. Вот, ну, пока что я, как бы, немного такого чего нового нашел, но кое-что нашел. Так что вот это вот ровно я на месте сейчас. Нашел и рассказывал. Вот это вот два компонента, которые определяют самое интересное. Я просто в этом небольшом нашем интервью, нашей беседе, назовем даже это наш обед, да. Хотел сделать такой небольшой анонс, о чем мы будем говорить вот в таких вот наших рубриках с Максом. То есть Макс целитель. Макс занимается изучением, это я так называю. Изучением, я уже не буду за него говорить, как это будет правильно сформулировать. Изучением контактов с неземными цивилизациями. Ну, примерно так. Вот, что ты можешь сказать вот на эту, на эту вот, как говорится, фразу, как это выглядит. То есть изучение. Вы листаете большие талмуды, или же у вас есть прямой контактер, который имеет, так скажем, прямое отношение к неземной цивилизации. Спасибо за подсказку, да. Вот ровно так. Как будет по-русски промпт именно это? Есть по-русски это по-вражению, чтобы именно подставил, да? Да. Подложил. А я уверен, у меня это, профессиональные, так скажем, качества. Спасибо за правильный вопрос. Короче, да. Некоторые мечтают о будущем контакте, некоторые призывают к будущему контакту. Мы уже находимся в контакте. Галочка. Мы уже находимся в контакте. Короче, значит, два вида контактов. Первое это, я лично знаком с людьми, которые там или бывали много раз, или... Там это имеется именно там, знаете, не где-то вот там, вот здесь, а там. Да, на кораблях у них бывали много раз, или продолжают бывать много раз, регулярно там, да? Мы можем говорить эту информацию, то есть, чтобы... Да, они, наверное, да, оба интервью вот этих вот, три интервью уже не на YouTube, они все на английском языке, но четко там вот одна дама, которая больше всего помнит и больше всего бывала, она 8 часов интервью подробно... А с чем связано отключение памяти, и с чем вот это... Потому что большинство вот таких контактов, они с отсутствием что-то я помню, понимаешь, может быть, это связано со сном, может быть, это связано... Вопрос. Это вопрос, который идет из YouTube уже от подписчиков. Вопрос правильный. Вот, во-первых, первый ответ. Они специально отключают. Не то, что только инопланетяне умеют отключать память, ведь четко у людей есть технологии, когда умеют отключать память. Это связано с шоком, да? Значит, вот если правильно человека шокировать, там, с болевым эффектом, то можно отключать память и запросто. Вот недавно я брал интервью, у которого это, значит, люди отключали какие-то воспоминания. Вот. Я, значит, задал простой вопрос. А вы встречались с инопланетями? Он говорит, да, встречался. Вот, я, значит, сидел, тут заходит, и тут у него головная боль. Сейчас, погоди, сейчас я вспомню. Блокирует. Он через это пробил. Он сейчас 70 с чем-то лет, он пробивает это. Он говорил, да, был там, зашел. Так, тролливали, вспомнил. Но вот это вот блокировка, он четко, значит, пробивает вот то, что они заблокировали, люди заблокировали. Вот. Это вполне известная технология. Какие люди? Ну, какие? Каким людям вот не хотелось бы, чтобы максимально расходилась эта информация? Ну, богим. На самом деле, тем, люди в черном, да? Man in black, да? Это вот, и все. Вот. Причем они не обязательно носят черное, они и серые могут носить, и маечки могут носить. Но суть в том, что есть... Серые кардиналы. Есть ровно то, много служб, не одна служба, много служб, которые четко защищают нашу нынешнюю систему от внедрения. Вот. Одни это защищают из жадности, а другие защищают от того, что и так система шаткая. Как при перестройке, чуть-чуть пошатнула, а потом свалилась, да? Вот то же самое сейчас. Вот она вот шатается и вот-вот свалится. И они пытаются ее удержать. Так что в этом есть, так сказать, благородное желание сохранить, так сказать, хорошее тоже. То есть среди людей, которые нас охраняют от внедрений... Да, кстати, много есть инопланетян, которые желают просто проэксплуатировать человечество, поэтому они как бы... Завоеватели. Завоеватели. Ну, завоеватели крупно сказано. Скажем, хакеры больше. Больше хакеров, инопланетян-хакеров, да? Серенькие самые известные. То есть вот мелкие-серенькие, да, они, которые полурост человеческого, они известны тем, что они внедряют свои гены в население. Вот. И те, которые с их генами, они становятся более подвержены их влиянию, ну, скажем, контролю мыслей, да? И после этого они захватывают власть именно таким как бы подспудным образом. Ну, это занимает годы, поскольку у них есть машина времени, ну, контроль над временем, они могут забросить свои гены в прошлое, чтобы потом, так сказать, это население к нам, к нынешнему времени стало более подконтрольным их технологиям. Интересно. Скажи, пожалуйста, мы можем четко сказать, заверив, что это 100%, что государственные структуры власти имеют полный, так скажем, и контакт, и соответствующие службы, которые занимаются, так скажем, общением и предотвращением каких-то сверхконтактов. То есть, что мы можем вот про государственные, так скажем, отношения вот сказать? Ну, во-первых, мы все, мы все, кто мы все. Человеки. Я и мои друзья, да, и мои друзья, которые занимаются инопланетянами, мы в основном сфокусированы на, нацелены на положительное отношение. Любовь и мир, и жвачка, это наш принцип, да. Поэтому мы даже против, особенно против наших государственных, как бы, контролирующих слов, тоже, у каждого есть своя роль в этой драме, да. Вот, и, в принципе, мы их тоже понимаем. Те, которые работают там, сидят в секретных базах, да, в ящиках, и работают с инопланетной технологией, у них тоже есть свои мотивации, которые должны понять. Вернее, есть тоже хорошие люди. Вот, и некоторые из этих хороших людей, они, в общем-то, четко понимают, и на той стороне трудятся тоже во благо человечества. Потому что мы находимся в такой, как бы, зыбкой ситуации, что вырулить отсюда довольно трудно. То есть нужно, чтобы не только снизу люди эту ситуацию выруливали, но те, которые на руку тоже, чтобы что-то понимали. Среди них есть люди, которые что-то понимают и тоже, как бы, являются агентами добра. Вот. Ну, доказать не так легко, но, в самом деле, не так трудно тоже. Значит, я лично знаком, значит, хорошо с главным писателем, главным авторитетом в этой области его зовут Ричард Долан. Ричард Долан. Погуглите, его легко гуглить. Ричард Долан. Да. Вот. Он, ну, так вышло, что в тот момент, в тот день, когда я заинтересовался инопланетянами, это был 99-й год после моего дня рождения. Спасибо. Thank you. Салатик. Ага. И томатный супчик. Так, ничего, молим в присутствии аудитории кушать? Нет, как-то кто-то из аудитории написал, что вам, типа, неприлично на ютюбе кушать. Не возражаете? Нет, 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 там, смотрю, пальцы вверх идут. Тема интересная, я думаю, что ничего, ничего страшного. Я даже поделюсь с ребятами, посмотрите, какой ароматный. Слушайте, я очень люблю томатные супчики, а здесь прямо вот он не паста, а кусочки. Да, не паста. Немного зеленушечка, немного сыра. Как говорят, приятного вам аппетита. Ну, можете на паузу поставить, взять там свою. Что у вас? Они в большинстве случаев, большинство знает, что еда будет и уже запаслись. Поэтому, а некоторые смотрят это на кухне, поэтому рука до холодильника дотягивается в любом случае. Хлебушка? А я безглутеновую диету, я на безглутеновой диете сейчас. А я с удовольствием нарубну вот этого хлебушка с маслицем. А маслица-то Вологодская. Вологодская, да. Сделана мексиканцами на границе. У нас 15 километров до мексиканской границы. Там, кстати, вплотную сейчас Трамп завозит бетонные блоки. Ему поставляют из Гродненской области. Там Гродненский бетонно-мешальный завод. Ладно, мы не будем сейчас уходить от нашей темы. Короче, долом. Первый день, когда я осознал, что надо заняться инопланетянами, был не так давно. Это был 99-й год. Не так давно. Февраль, да. И первое, что я погуглываю, значит, это UFO и NLO, да, и место, где я жил. Тогда это был Родчестерштадт, Нью-Йорк. И надо же, оказалось, что у них есть группа по изучению этого вопроса. И группа эта как раз у них ведет... Ну, хорошо, не ведет, а у них как бы отцом, одним из отцов-основателей является вот этот Ричард Долло. И на одной из первых же или на второй же встречи, где я попал туда... Причем встречи были не подпольные. Тут как-то это все, а наоборот, на самом видном месте. Даже за зеркальными этим, за прозрачными дверями это было в книжном магазине. В большом книжном магазине, в большом хорошем зале. Вот, единственное, что нам постоянно там интернет отключают. Когда идет этот самый мост, телемост по скайпу, когда самое важное говорят, вдруг раз, и телемост останавливается. Случайно. Знаете, когда... Случайно пропала связь. То есть, у меня очень часто такие бывают эфиры, где, в общем, как бы пропадает связь. Ну, такая вот... Это не то, что где-то там показал, о, гамбургерная там, бла-бла-бла. Нет, а какие-то определенные темы. Тема любви очень непопулярная. Вот, тема добра, позитива. Это все очень непопулярно, и, не знаю, товарищи прямо вот не любят. Товарищи, вы там это прекращайте. Мы вам тут не дружко. Шоу. 99-й год. 99-й год. Нет, в 2009 году я с Доланом познакомился, и вот он... Значит, чем он занимается? Он, как бы, занял такую нишу, это главный... Ну, другие люди тоже занимаются, но он занимается, как бы, более профессионально и больше. Он копается в архивах, вот, и достает оттуда доказательства, что государство серьезно занималось... Разные государства серьезно занимались вопросом с инопланетяной. Скажем, во многих странах есть там срок 50 лет, через 50 лет выкладывают из архива все, что надо. Вот. И вот он как раз вот показывает, что там... 50 лет назад, в каком там... Сейчас, 67-й год, да? А вот. В 67-м году уже по полной программе были большое количество денег, и уже это было не первая программа, это было уже лет 20 серьезной работы американцев с инопланетянами. Ну, как бы, там в основном была работа против инопланетян, но, тем не менее, так сказать, они четко про них знали, там, знали про типы. Ну, много всего было известно. Вот. И вот Долан старательно выкапывает, раскапывает, публикует книжки и является, как бы, одним из признах отцов-основателей вопросов. То есть... То есть... Именно только по архивам. Только по архивам. Правда, некоторая книжка... Вот он одну книжку написал, мне очень понравилось. Это меня сдвинуло с места. Он написал, а что будет после того, как человечество узнает про инопланетян? День после раскрытия, день после публикации, да? Вот, что произойдет, когда, наконец, до нас, до вас, до них, когда до них, наконец, дойдет. Вот, знаете, вот, есть не просто там народ, который там задался вопросом, говорит, нет, я пока что этим не тянусь, потому что это еще не серьезно. А есть люди, которые вообще ни сном, ни духом, да? Вот там, не знаю, там, китайцы, индусы. И вдруг они все... Вот, сначала, ну, типа, первый раз они все там... Ну, ладно, ну... А сколько нас миллиардов? Ну, 7-8 где-то. Кто считает, да? Кто там уже считает? Нет, то есть, ну, цифрам трудно верить. Ну, где-то 7-8 приблизить. Ну, окей, больше пяти. Вот, короче, ну, первый день, допустим, ладно. Вмахнули руками, пошли обратно своими делами заниматься. Но потом начинается сыпаться все, да? И первое, что сыпется, это то, что вдруг народ в демократических странах говорит... Государство, вы это знали все это время? Знали. У вас были... Демократические государства. У вас была вся эта информация. Почему вы нам не сказали? Почему вы продолжали запускать бессмысленные ракеты на орбиту, да? Трати безумные деньги. Да, или посылать радиосигналы в космос, когда вы четко знали, что они там существуют. Все. Вот, а потом говорит, слушайте, а если вы знали, может, у вас и технологии их были? А может быть, у вас была бесплатная энергия, порталы, телепортация, контроль над мыслями? И вы про это ничего не сказали, да? А может, у вас лекарство от рака было, да? Интересно. А может быть, у вас были средства для омоложения, да? Что вот, сколько вам лет? Подождите, а вы, может быть, клон? Вот на что ты наталкиваешься. Вот он просто так говорит сейчас, он мыслями-то наталкивает, наталкивает. Я-то сижу, чувствую, рядом с Максом, рядом, и прекрасно понимаю, что... А задумайтесь, как вы знаете, задумайтесь, что наступит тогда, когда нам об этом скажут официально. Официально. Да, официально признаются. Да, очень интересно. Одно из вещей Долан раскопал. Это он книгу, есть такая книга. День после раскрытия. День после раскрытия. Или после публикации, как хотите сказать. Очень интересно, надо будет действительно погуглить. Там же одна глава, значит, про подземные базы. Значит, четко из рекламы, он просто, откуда брать, из рекламы, рекламируется. Копалка для подземных баз. Она проходит 2 мили в день. Метро копает. Вот метро, автоматическая копалка там лазерная, сделанная в 80 каком-то году, еще 25 лет назад, проходила 2 мили в день. Вот, линии метро, да? И сколько у военных вот таких подземных туннелей метро может быть за это время? 2 мили в день. Это же, это колоссально, это очень много. Да, 3,5 километра в день, да. Вот, куда они могут докопаться? Куда можно доехать из Белого дома? Можно доехать до Австралии. И как давно они уже ездят до Австралии из Белого дома? И с какой скоростью они ездят по этим линиям метро? Помните, у Сталин, да, вот, он сидел в Москве, но у него была линия метро, проведена к нему на даче во время войны, да? Это уже тогда было. Вот, а с тех пор прошло, прошу прощения, 70 лет, да? Вот, а с теми сколько шагов было? А с теми сколько шагнули, насколько шагнули-то? Вот. Ну, как бы, очевидный вид, из рекламы, это там, дальше можно, нет, сколько этажей под Белым домом есть, да? Ну, скажи такой вопрос, знаешь, простой, банальный, человеческий интересующий вопрос, как меня, я думаю, что и подписчиков это интересует. А каким образом это происходит, общение голосом, энергетически, как это, вот как, то есть вот чисто физиологически понять самому себе? Ну, значит, самый мощный контакт, который нам интервью брал, он лежит на ютюбе. Вот, короче, Даша в детстве, сейчас она мне лет на, мне 53, а ей лет где-то 60, так примерно, сейчас 60 лет. Вот, и в детстве к ней пришли инопланетяне, человекоподобные, типа серенькие, вот, и сказали, хочешь спасти вид, вид, разумный вид. Я привожу просто английского, вот, как бы вид, хочешь спасти биологический вид, разумный биологический вид. Вот, она сказала, да, и она до сих пор не знает, спросили ее про наш вид или про их вид. Вот, но с этого момента она стала добровольцем, то есть много людей, которые похищают недобровольно, но она добровольцем была, и поэтому ей разрешили сохранить память о том, где и что она видела. Вот, и так, в общем-то, она... Ты с ней лично общался? Да, мы сидели вот 8 часов на 4 часа в один день, потом через недельку 4 часа в другой день, я сколько у меня вопросов было, я все успел задать, некоторые по два раза. Вот, и вот эта вот Даша, она выросла, как бы, постоянно ее туда забирали, работала она на местных, как бы, военных летчиков, вот, и встречалась с хорошими национальными, беспланетянные с плохими, и так ее помотало, и сяк помотало. Ну, короче, про вот, как они общаются. Они, в принципе, способны производить звуки. Вот, когда они эти звуки производят чисто биологическим путем, без переводчика, без автоматического переводчика, то, я так понимаю, что у них очень плохо эти звуки получаются, по крайней мере, у некоторых из видов, да, то есть есть виды, которые способны говорить, а есть виды, которые говорят только, только мя-мя-мя. Это, я довольно точно это, как бы, знаю, но неважно. Опять же, это из каких-то косвенных, довольно точно из многих косвенных источников знаю. Вот, но большей частью они говорили с ней телепатически, и что забавно, она говорит, если ты видишь их лицо, то ты слышишь, что они говорят. Стоит отвернуться, ты уже не слышишь. Это была загадка, я не знаю, как это работает. То есть я смотрю на предмет, и я принимаю от него информацию, которую он говорит. Ну, то есть передачи... Вот именно их лицо надо видеть. Зачем, я не знаю. Понятно, что они могут положить мысли, вот, скажем, когда убивали Джона Леннона, я так понимаю, что ему положили убийца, террориста вот этому, положили мысли, он потом рассказывал в интервью на видео, на ютюбе лежит. Говорит, мне в голове кто-то сказал, а теперь стреляй. То есть уже тогда, в каком, 63-м году, в 63-м его убили, или 62-й, или 63-й, вот. Уже была технология у людей, чтобы у человека в голову положить мысли, сказать, а теперь стреляй. Что же сейчас можно положить в голову? В 63-м году убили Кеннеди, а Леннона убили в 79-м, если я не ошибаюсь. В 79-м это. Да, это я промахнулся с... Два убийства. Вот. И там, и там, я думаю, там все было запланировано, но просто похожие два убийства, но именно когда Леннона вот... Да, теперь стреляй. Вот. Ну, вообще, значит, конечно, у них есть трансляторы, они могут, не только могут звук воспроизвести, они могут и вид воспроизвести, как нечего делать. что им стоит, так сказать, голографически получить изображение. Гологографически, но это не будет тактильно, контактно, то есть вот... Ну да, у них есть технологии и так, и сяк, и это. И прозрачные голограммы, и ощущаемые голограммы, они умеют создавать, то есть... У них есть... Они вообще из другого измерения. Большая часть из них, они приходят сюда из другого измерения, и... И все, что хочешь, могут сделать. Вот, скажем, в медицине, да, они делают медицину. Есть такая книжка... А, сейчас приведу. Инопланетная медицина. X3, инопланетная медицина. X3, инопланетная медицина. Назову, написал ее. Двир, Адриан Двир. Наверняка, может, и есть русский перевод. Вот там вот он рассказывает, что они, когда делают операции, они могут пациента разъять, как бы, из другого измерения, и смотреть на него изнутри, и резать изнутри. То есть, ты, как бы, вот кусочки перед собой видишь, я не знаю, кино такое показывает или нет. Вот, а потом, как бы, ты складываешь обратно, и вот пациент обратно вместе. Ну, очень похожие показывают в фантастических фильмах. Так вот, идет отсюда, сюда, через прорыв, который ты можешь делать операцию. То есть, они это активно используют. А вот. Так что, послать какое-то, значит, изображение, изображение, так сказать, вот, ощутимое, тактильное, механическое. Я думаю, да, я почти уверен, что они тоже могут. Скажи такой вопрос. Твои предположения, твои ощущения, а может быть, у тебя есть информация, как скоро человечество, ну, не сможет больше скрывать, а человечество не смогут больше скрывать эту информацию, когда, как скоро мы сможем? Знаешь, вот я с того момента, как узнал, 2009 года, прошло уже 8 лет. Я каждый год вот все жду и жду, что, ну, вот, наконец-то, сейчас... Но что-то изменилось? Ну, на самом деле, такое ощущение, что это волнами идет, что человечество было очень близко к раскрытию в 60-х годах, вот, в начале 60-х, потому что еще не было этой, всей системы ложево вокруг этого построено. Тогда множество людей, скажем, военных, которые с ним встречались, они готовы были прямо тогда еще рассказать. Уже почти были планы, что сейчас мы это повестим. В 50-х было, в 60-х. Потом была волна где-то после того, как... Это Watergate называется. Watergate. Watergate это... Что-то я не могу собрать, какой год это. По-моему, 70, может быть... С какой-то 70-х годов. Тоже, когда вдруг победила... Был громадный процесс раскрытия. Никсона тогда... Никсона как раз вывели на чистую воду, и вся Америка, значит, была готова раскапывать дальше. Но их остановили. И в этот момент тоже могло выплыть. Вот. А сейчас как раз идет опять отход назад. То есть люди просыпаются, но на государственном уровне происходит отход назад. Сейчас явный откат. То есть мы ждали, что, может быть, Обама чуть расстроит. Ну, видите, уже не раскрыл. Уже не раскрыл. Он как раз очень был... А он был склонен... У него он склонен был к этому? То есть у него были такие посылы в его политику? А мы так и не знаем пока. А мы так и не знаем. То есть... Может, его заменили? То есть явно было, что... Много чего ожидалось, оно не произошло с Обамой. Вот. Его, видимо, сильно как-то попридержали. То есть были у него моменты, когда он вроде двигался вперед, но явно, так сказать, был полный контроль над ним. То есть практически все президенты не свободны. То есть вот Линдон Джонсон выкладывает... Выкладывали где-то лет 10 назад, опубликовали его записи, его... Нет, больше, чем 10 лет назад. Опубликовали записи Линдона Джонсона, в котором записывали телефонные разговоры. Каждый дневный, вот просто он непрерывал... Все, что он говорил по телефону, все было записано. Вот. У него была, так сказать, домашняя записывающая студия. И вот эти все записи выложили, как президент работает. И играли потом по радио. Ну, радио было только в Вашингтонской, такое местное в городе Вашингтоне, в окрестностях было слышно. Такое, ну, как бы более демократическое, как бы более либеральное радио, да? И вот там четко показывают, как президент зависим от всех остальных. То есть да, это может быть активный бизнесмен, который постоянно налаживает дела, дела, контакты, предложения, контракты, да, налаживает контракты, договоры, договариваться непрерывно. Но насколько он слаб, там было просто все равно очевидно. Типа, да, вот сейчас мы объявим какую-то государственную программу. Нет, сейчас не можем. Вы знаете, вот сейчас футбольный матч. Давайте завтра. Ой, завтра тоже не получается. Вот там, значит, какой-то произошел там, какой-то другой, я трид, какой, не знаю, там, война где-то началась. Давайте объявим это послезавтра. И вот насколько президент зависит от прессы и от тех, кто с ним там, от денег, от всего остального. То есть... Хорошо. Что пройди скажешь? Они очень зависимы. Это во многих, так скажем, представлениях так и было, но почему-то во многих представления, что они зависимы от какой-то, знаешь, экономической структуры, возглавляющей там мировой мафией, да, ну, то есть, вот, знаешь, это в большинстве представления мирового человечества. Я поддерживаю теорию всемирного заговора, но я как бы через нее прошел тогда, в 2009 году, сейчас успокоился, ну, есть теория, да, но есть заговор. Теория всегда есть. Есть заговор, да. Вот вопрос. Но эти люди, они на самом деле настолько зависимы, что они как бы тоже не являются, ну, тоже не стоят во главе. Они тоже плавают, как раз, чем более сильно... А есть во главе вообще финальное, так скажем, звено? Вообще, вот, в цепочке вот этих вот всех заговоров, есть ли конечный единица какая-то? Есть ли это единица? Или это все настолько, вот, знаешь, вот бесконечно, что мы не сможем никогда обозвать? Вот, значит, это вопрос, который как раз я пытаюсь понять и не знаю. И настолько я не знаю, что даже сдался. То есть, до этого не докопаешься. Вот, как всегда спрашиваешь, а кто там стоит над вами? Вот, и всегда, всегда находятся кто-то еще над ними. То есть, все, все игроки здесь, как-то вообще, что нету вот... Вот, вот в этом... В Шилаку Холмсе там был Мариарти такой, который там, или Убинь, Бенни Крик там был, да, то есть, глава мафии, который, как оказалось, что они чем-то, чем-то заведуют, да? Ну, вот, лет 15 назад, явно нашими финансово-военными структурами, как это сейчас, промышленным комплексом, военно-промышленным комплексом на Земле заведовали инопланетян. И, по слухам, тех отрицательных инопланетян сместили, просто взяли и или выгнали, или как-то еще удалили. Они, короче, потеряли доступ к Земле. То есть, слухи довольно активные, что сейчас Земля и Солнечная система активно огорожена, защищается положительными силами. От тех негативных посягателей. Да, от посягателей, от факеров. То есть, они нам помогают. Ну, помогают. Хорошие инопланетяне помогают противопланетям. Или же они помогают все-таки себе, потому что имеют виды на существование вместе с землянами, с нашей планетой. Чем мы им интересны вообще? Что мы для них? Мы перескочили на другой вопрос. Первый вопрос, кто стоит во главе. Так вот, сейчас давай, по-первых, давайте закончим. Короче, есть более хорошие инопланетяне, которые, скажем, похожи на Европейский Союз. Там все, как бы, более-менее, может быть, кусаются, но более-менее слушаются законов. Более-менее сотрудничают. То есть, работают, как бы, не совсем, не все спрятано. Кое-что на поверхности, да? Вот примерно так же и в галактическом сообществе есть закон, люди в законе, да? Люди в законе. Есть вполне граждане, которые слушаются законами и друг с другом сотрудничают. Вот сейчас вот эта вот положительная полицейская сила, она оградила Солнечную систему. Ограждение это не только механическое, типа, стоять и стрелять. Ограждение это на многих слоях, ну, параллельных измерений. Вот, то есть, это не так легко оградить. То есть, там работают высокого порядка силы, существа, люди, цивилизации, которые способны эту часть отградить. Вот. И сейчас такое впечатление, что вот наши, наши вот эти вот главы военно-промышленного комплекса, что они находятся сами по себе. Это не один человек, может быть, там, не знаю, 500 тысяч, называют, как Бильдельберг называют, да? Вот из тех, которые на виду, называются они Бильдельберг. Вот. И что вот они остались сами по себе без прикрытия. Вот. То есть, есть кое-какие инопланетяне, которые с ними общаются, но они уже не стоят по главе. Так что мы сейчас находимся в такой критической ситуации, когда никого ответственного нет. У каждого чувствует, что он, что может утаскивать на свою сторону, каждый спасается, как может, но нету, собственно, крыши-то нету, которая бы всем этим руководила. Вот такое ощущение. Ну вот, опять же, вот это, ну а кто правду скажет, да? То есть мы с тем, с кем мы общаемся, вот они бы нам примерно такую историю рассказывают. Недавно я проинтервуировал господина, но это, отвечая на давний вопрос, что мы общаемся не только с людьми, которые напрямую общаются, а также с людьми, которые медиумы-чаннелеры, по-русски проводники, которые позволяют какому-то, значит, другому человеку через себя говорить. Вот. Скажем, человеку-инопланетяне. Так вот, значит, мы интервьюили человека, который, мне кажется, один из ключевых в этой системе. Он был, он называется Гюнтер. Вот. Он был одним из ключевых финансистов на земле, вот, со стороны военно-промышленного комплекса человеческого. Но в какой-то момент он отошел от них. Они слишком сильно на него нажали, требовали большего подчинения и большие аморальные действия. И тут, значит, он как бы взбунтовался, его посадили, и потом, вероятно, его убили, но инопланетяне его вытащили в последний момент, и теперь он работает вместе с инопланетянами по спасению Земли, но только с той стороны. То есть он не на Земле? Да. Сейчас он, я думаю, что находится где-то, ну, на одной из человеческих планет там. Он выходит на связь? Ну, только через медиумов. Нет, он по телефону выступал однажды. Я думаю, что это он же был. Он выступал однажды по телефону на ютюбовском канале. И там-то, собственно, я его подцепил и раскопал. И вот недавно он вышел с нами на связь через медиумы и еще несколько словского. Ну, как бы несколько кусочков информации нам выдал, но ему не положено, в принципе, поскольку он активно с той стороны работает, ему не положено раскрывать карты никак. Вот, поэтому с третьего захода, когда в третий раз я пытался его порасспросить, он уже полностью закрылся, говорит, я на Земле не работаю, я вообще занимаюсь своими делами, не приставайте ко мне. Вот, закрылся. Ну, если будут какие-то конкретные вопросы, может быть, можно будет еще раз спросить. Вот, это был ответ на вопрос, кто же управляет. Короче, есть, во-первых, много сил, есть местный военно-промышленный комплекс, есть местные люди в Черном, которые сотрудничают с этим военно-промышленным комплексом. Есть люди там, за границей. За границей. Вот, которые время от времени спускаются сюда и кое-что тут делают. Вот. Наверное, в фантастике это все прописано, да? В фантастике все это прописано, и, друзья, у нас сегодня немного лимитировано время, время нашего интервью, но я хочу сказать, что мы регулярно будем встречаться. Соответственно, от вас я хотел бы услышать в комментариях вопросы, которые связаны как раз с тематикой Макса. И если вы действительно хотите узнать об этом больше, пишите их здесь, либо мне в социальных сетях ВКонтакте, в Фейсбуке. Я с удовольствием приму их к сведению, и, соответственно, мы встретимся с Максом и пообщаемся. Встречаться нам, как говорится, здесь недалеко. Думаю, что будут еще дополнительные встречи, потому что столько вопросов. Я почему с одного на вопрос на другой-то перескакиваю, что хочется все спросить. А время-то у нас лимит. У меня сегодня акупунктура и глоукалывание, и я поеду лечить свою здоровую спину. Вот. Макс, спасибо огромное. Огромное-огромное спасибо. Спасибо тебе, я с удовольствием. Вот. Друзья, до связи. С вами был Олег Забугорский. И Макс Ремпель. Увидимся. Пока. Пока. Ты инопланетянин. Именно так мы назвали нашу рубрику цикла передач об инопланетянах, о контакте, о том, что знает государство, о том, что не положено, по мнению государства, знать нам, простым людям, простым, ходящим по планете, земля. Надеюсь, у нас получится сделать именно как передачу. Это анонс был в виде интервью, но основное будет происходить в формате передачи. Соответственно, мы будем вести съемки с различных мероприятий, мы будем вести съемки с различных встреч и вставлять их в такой формат, вот в котором я сейчас, собственно говоря, представляюсь перед вами. Надеюсь, вам это понравилось и понравится. В будущем подписываемся на канал, ставим пальцы вверх и следим за выпусками наших анонсов в социальных сетях ВКонтакте и в Фейсбуке. Пока. С вами был Олег Забугорский. Забугром лайв. Где-то далеко по расстоянию, где-то далеко по сознанию. Продолжение следует...